Приветствую вас. Прочитал я ваш вопрос. Ответы коллег, в частности, коллеги Игоря Леонидовича, прочитал ответ. Давайте попробуем ответить на ваши вопросы и разобраться. Вы знаете, вот вы умный человек, как мне показалось. Он достаточно презво мыслящий, широко мыслящий. Поэтому я надеюсь, что вы поймете меня правильно сейчас. И постарайтесь отнестись адекватно к тому, что я вам скажу. То есть получается, пока что мы не трогаем текст вашего вопроса. А пока что, получается, что значит, у нас всегда было как бы несколько противоборствующих лагеря. Первый – это вы и ваши желания. А второй лагеря – это, значит, мнение других людей, которое на вас надавило. Мой вопрос, он будет касаться того, не связано ли ваше желание не жить, например, с мужчиной, да, как-то вот не задавать семью, родить ребенка для себя, да, то есть жить вот такой, ну, отдельной самостоятельной жизнью. А с тем, не связано ли это, с тем, что вы как бы противопоставляете себя людям, с которыми вы, ну, вот, постоянно как бы в контрах находитесь. Вот это, пожалуй, то, что меня действительно заинтересовало, и это то, что мне бросилось в глаза. Потому что, ну, потому что, ну, как-то слишком уж вы эмоционально, на мой взгляд, написали свои желания. То есть это, вот, как это видится мне, да, что это очень сильно похоже на, знаете, это очень сильно похоже на некую такую потребность, как бы доказать всем, что вы можете. Что вы можете, что вы достойны, например, там, у вас есть свой выбор, что вы способны этот свой выбор расставить, что вы можете выбирать, что вы можете самостоятельно принимать решения. Вот это все. Вот это все. Я не говорю, что я обязательно прав, на самом деле. Просто хочу, чтобы вы подумали немножечко об этом. Дальше. Значит, до 25 лет, как и многие девушки, я очень хотел выйти замуж и родить детей. Вот это, пожалуй, действительно является своего рода, ну, своего рода стереотипом. Потому что нельзя в норме, да, вот, в норме нельзя хотеть выйти замуж и, значит, иметь ребенка и, собственно, семью. Да? Вот. Нельзя в норме. Почему? Потому что и ребенок, и ребенок, и семья, вот, это то, что требует вашего вложения. И, значит, это ни в коем случае, ни в коем случае это не что-то, что вам будет что-то давать. Понимаете? И ребенок, и семья, это исключительно только следствие, ну, можно сказать, последствия ваших отношений с мужчинами. Но никак не самоцелью. И вот эту самоцель, как раз таки, вам скорее всего, скорее всего, вам и внушили окружающие вас. И эту самоцель вам идеализировали, а после вы уже сами ее, ну, наверное, обесценивали. Но, на мой взгляд, это что, чем вы занимаетесь сейчас. Обесценивайте те ценности, которые пытались вам донести, скажем так, ваши родные. И надо сказать, что это нормально. Ага, значит, сейчас мне, пишите вы, 31 год, у меня есть хорошая работа, замечательное хобби, любимый мужчина, но мы не пара. И не живем вместе и вряд ли будем. Ну, в любом другом случае, я, наверное, спросил бы вас, если вы не пара, то зачем вы тогда живете вместе, если вы не считаете себя парой. В другом случае, я бы, наверное, спросил бы вас, может быть, вы боитесь эмоциональной и духовной близости, потому что она ничем хорошим для вас никогда не заканчивала. Может быть так, может быть и нет. Тем не менее, тем не менее, варианты такие могут быть вполне себе. И я предлагаю вам об этих вариантах сегодня подумать. Ну или, по крайней мере, от них не торопиться, отказываться. Да? Дальше. Идем. Дело в том, пишите вы, что меня все устраивает, и я вообще не хочу создавать семью в традиционном виде, где мужчина и женщина живут вместе. Хозяйства и воспитывают детей. То есть, насколько вам внучало, что семья – это что-то хорошее, да, правильное, важное, ценное, насколько сейчас вы это все обесцениваете. Правильно, пока я понимаю? Вот у меня к вам будет такой вопрос. В какой момент вы стали все это обесценивать? В какой момент вы стали чувствовать, что вам это не нужно? В какой момент вы почувствовали, что вам нужно другое? В какой пример показал вам, что семья – это плохо? Понимаете, да? Вот это, на мой взгляд, очень важный аспект. Если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Если вы хотите разобраться с тем, что с вами происходит. Дальше. Единственное, что я хотел бы иметь ребенка. Зачем? Понимаете, какая штука? Ребенка вы иметь, конечно, можете. Это, безусловно, ваше право, безусловно. Но! Вы знаете, какой момент? Что ребенок без отца в неполной семье не сможет нормально, адекватно развиваться. Потому что ребенку нужен отец. И дело здесь не в том, что это норма какая-то, ну, я не знаю, норма морали или что-то еще. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что так ребенку лучше будет именно психологически. Вот получается, что ребенком вы пытаетесь что-то компенсировать. Я, конечно, не знаю. Безусловно. Я, конечно, не знаю. Может быть, это и не так. Но пока что все выглядит именно так. Что ребенок вам нужен для реализации чего-то в себе. И вы думаете, что это правильно? Вы думаете, что это хорошо? Вы думаете, что это нормально? Так вот. Позиционировать. Ну, себя, может быть. Ребенка. И так далее. Подумайте об этом. Пожалуйста. Просто подумайте. Задумайтесь об этом. Зачем? Для чего вам ребенок? Почему он вам нужен? Для чего он вам нужен? Какую роль вы ему отводите, ну, ребенку, я имею в виду, в вашей жизни? В том, как вы вот, ну, как вы живете сейчас? Какую роль отводите вы ребенку? Вот. Это важно. Очень важно. Потому что это ребенок, это живой человек. И нужно, чтобы этот живой человек получил достойное существование. Не делай, если вы будете как-то вот на него, да, накладывать какие-то свои желания. Они важны. Ваши желания. Ни в коем случае не стремлюсь их обесценивать. Они важны. Но реализовывать их нужно правильно. И не через кого-либо. В частности, опять же, не через ребенка. Итак, это важный момент. Для чего вам нужен ребенок? Дальше. Для меня одно представление о том, что мне придется жить в одной квартире с мужчиной неприятно. Почему вас это раздражает? Ну, что вот с ним происходят какие-то вещи. Там и так далее. Почему? Ведь это естественно. Но это, поправьте меня, если я ошибаюсь, это посягание на ваше личное пространство. Правильно? А вы не хотите, чтобы кто-то посягал на ваше личное пространство. Вы не хотите этого, вы боитесь этого, и вы стремитесь этого избежать. Но опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. Потому что если люди любят друг друга, если люди ценят друг друга, если люди уважают друг друга, то никаких проблем с тем, чтобы принимать каждого таким, какой он есть. Нет. Но у вас это не получается. То есть, вы не готовы. И вопрос. Почему? Что мешает? Какие страхи? Вы не просто говорите, что я, например, там, пока не встретила мужчину своего, там и так далее. Нет. Вы не так говорите. Вы же откровенно пишите, что не хотите семью, но хотите ребенка. Понимаете? Понимаете? Значит, где-то вы видите угрозу. В чем-то вы видите угрозу. Ну, я не знаю, может быть, угрозу для себя где-то, да, что мужчина будет там вас как-то причинять вам беспокойство, дискомфорт, боль, что-то еще будет от вас требовать. И, понимаете, для вас это тяжело, нежелательно. Для вас это угроза. Вот у меня к вам и вопрос. Почему угроза? В чем угроза? Конкретно. Вы говорите, что мне неприятно. Меня дико раздражают. Но раздражение – это ваша реакция. Это сигнал о вашем негативном опыте. И при чем здесь другие люди? При чем здесь ребенок? Почему ребенок, получается, будет расплачиваться неполной семьей, да, за то, что вас дико раздражает? Знаете, какая такая штука? Ну, почему? Разве это справедливо, соотношение к ребенку? Если бы вы говорили, что я легко могу жить с мужчиной, например, вместе, вот вообще легко и без проблем могу жить с мужчиной и жила или живу. Но вот мне не хочется, то есть я поняла, например, что это не мое. Вот если бы вы так сказали, да, это был бы ваш выбор. Здесь вряд ли можно было бы что-то сказать и что-то добавить. Это ваш выбор. Вы этот выбор сделали. Все. Но вы-то говорите немножко о другом. Понимаете? Вы-то говорите о раздражении, а раздражение – это сигнал, который вы интерпретируете как стимул к избеганию. Нужно убрать раздражение, поработать с этим, чтобы вы не раздражались. И вот когда вы не будете раздражаться, если вы перестанете раздражаться и будете в общем и целом спокойно воспринимать мужчину, вас не будет смущать различные проявления человеческие рядом с вами, вот тогда вы уже и сделаете выбор. И тогда вы уже как бы скажете, хотите ли вы быть с мужчиной или нет. Тогда у меня есть только ощущение, что вы просто избегаете. Хотя я и понимаю, что вы скорее всего со мной не согласитесь. Но я надеюсь, что не за согласием или одобрением вы сюда пришли. Дальше. Ну, про образ мужчины, которого вы нарисовали, да? Про образ мужчины. Это, конечно, очень стереотипный образ, и самое главное, он отращает опыт других людей, не ваших. То есть, понимаете, если вы, например, как бы с мужчиной общаетесь, то вы ему волей-неволей даете понять, что вы придерживаетесь определенных правил, что вам эти правила, там, например, важны, ценны, дороги и так далее, вот, что вам это важно. И если человек хочет, например, быть с вами, то вот, будь добр, пожалуйста, ну, а, значит, как бы, ага, соблюдай чистоту, а, соблюдай правила. Если ты этого не делаешь, ну, значит, ты не хочешь быть со мной. Правильно? Правильно. Вот и все. Не надо ничего терпеть. Не надо ничего и никого терпеть. Здесь вы правы. Нужно сразу, как бы, выдвинуть условия, границы, вхождение в ваш круг, как бы, необходимые условия для того, чтобы человек имел возможность быть с вами, если он хочет, конечно. И все. Понимаете? Почему вы этого не делаете? Это очень другой вопрос. Но это важно. И это необходимо. Если вы не можете выставить свои личные границы, если вы не можете человеку дать понять, как с вами можно, а как, например, с вами нельзя. Это уже другой вопрос. Но это и другая проблема. Этому, в общем и целом, можно и нужно научиться. Но самое главное, пожалуй, что этому можно научиться. Было бы желание. Опять же. Дальше. Во-первых, почему вы прислушиваетесь ко мнению подруг, если вы говорите про осуждение окружающих вас людей? То есть вы уже определитесь, либо вы не прислушиваетесь к подругам вообще совсем и вообще никому. Либо вы прислушиваетесь. Потом возникает вопрос, а чего же вы хотите, собственно? То есть, как бы, получается, что вы прислушиваетесь избирателю только к тому, что, например, устраивает вас. Не то, чтобы это плохо. Просто это приводит, ну и лучше сказать, может привести к определенному негативу именно у вас. Потому что вам будет сложно выработать какую-то четкую позицию. У вас вот уже сейчас наблюдается противоречие, понимаете, о которых вот я говорил. Дальше. Да и ранее, мужчины, которых я знал, такие же. Редко бывают аккуратные чистюли. Обычно такими делали их женщины, мамы, девочки и жены. Это правда. Многие мужчины без стимула не готовы их к это делать. Но таковы мужчины. Они почти все такие. И отрицая это, вы отрицаете самую суть мужчин. Здесь тоже интересный момент. Почему вы отрицаете самую суть мужчин? То есть, ну вот, что заставляет вас это делать? Это тоже, на мой взгляд, такой очень важный момент. Понимаете? Дальше идем. Дальше идем. Значит, я люблю своего мужчину, но не хочу с ним жить и делить быть вообще. А вы понимаете, что это, ну, как бы не совсем любовь. То, что вы вот описываете. То, что вы говорите. Это не совсем любовь. Это может быть удобство. Это может быть какое-то созвучие в душе. Но это не любовь. Потому что любовь это принятие человека. Полностью. Вы человека полностью не принимаете. И что-то мне подсказывает, что связано это с тем, что вы не принимаете сами себя. Что-то мне подсказывает. Так. Ну, где-то вот вы себя отрицаете. В чем-то вы себя отрицаете. Я, конечно, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что ситуация именно такая. Именно такая. Вот. Хорошо. Дальше. Значит. Мое решение говорит, что если я хочу быть в отношениях, когда я терпеть, то что-то мне не нравится. Нет. Все, что вам не нравится, терпеть вы не должны. Я точно знаю, что не выдержу и сорвусь. Да, правильно. Терпеть не нужно. Либо вы найдете причину раздражения в себе, либо вы встретите такого мужчину, который вас, ну, во всех отношениях, например, удовлетворит. Вот. Просто во всех отношениях. Либо так, либо вы просто-напросто не будете терпеть. Но для этого вам понадобится разобраться с причинами того, почему вас раздражает это. Ну вот. То, что происходит. Без этого не будет у вас шансов. Опять же, для этого нужно желание. Далее. Общество составляет меня чувствовать себя ненормальным, зато я не хочу жить под одной крышей с мужчиной, зато я хочу родить ребенка для себя. Ну, в данном случае, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация, конечно, двоякая, на мой взгляд. Ибо, с одной стороны, общество действительно не принимает то, что вы хотите, с одной стороны. И общество боится, что, ну, вы будете такой, потому что это же, это же свободе, это же самоволе. А вы не должны быть самовольны никак. Вы не должны ею быть. Вы не можете ею быть, потому что вы женщина. Вот. То есть, тут момент довольно, надеюсь, понятно. И нежелание общества вас, как бы, принять, нежелание общества вас принять, оно, в принципе, вполне ясно. Это страх, это непринятие, всякая такая история. Это понятно. Вот. Но, с другой стороны, с другой стороны, именно в вашем случае, я думаю, что, как я уже сказал, из-за того, что вас раздражает именно, то есть, вы не хотите выстраивать отношения с мужчиной, не потому что это ваш выбор вот такой прямой, да, а потому что именно, ну, именно вот, именно вот, можно сказать так, боитесь чего-то, вот, вот, чего-то боится. То есть, вся проблема, вся проблема, она в этом, что личные границы есть, а ваши, которые вы пытаетесь защитить таким образом. Вот. И естественно, что в данном случае можно говорить о том, что общество пытается вас направить. То есть, вы потому и прислушиваетесь, как бы, к обществу, да, потому и прислушиваетесь к нему, потому оно вас и раздражает, потому вам и тяжело, что вас оно как-то задевает чем-то. Как-то чем-то оно вас задевает. И вопрос заключается только в том, как и чем. Если вы это поймете, если вы с этим разберетесь, то я полагаю, что, по крайней мере, вот этой вот проблематики у вас не будет, этого противостояния. Потому что, ну, вы будете знать, например, чего хочу я, что нужно мне, вот, что нужно мне, чего не нужно мне, что я делаю, что я не делаю, там, для чего мне, ну, то или иное. И все. Понимаете? Ну, вот. То есть, тут вот такой момент двоякий. С одной стороны, общество я ни в коем случае не оправдываю. С другой стороны, то, о чем вы пишете, предательствует о наличии все же некоторых проблем у вас. Вы же 25 лет хотели, да, чтобы, ну, вот, ну, чтобы выйти, хотели выйти замуж, да, там, и так далее. Хотели выйти замуж? Ну, просто это хотели. Получается. А потом... Что? А потом что-то случилось, ну, вот, с вами, ну, что-то произошло. Ну, нужно понять, что именно, и лучше после понимать, как будет решение. Сейчас, сейчас, вы поймите, сейчас вы, на мой взгляд, ну, все же не совсем, как бы это сказать, объективны, да, не совсем свободны в своем выборе. Поэтому я полагаю, что так. Дальше. Значит, я вижу примеры своих родственников и друзей, и не хочу жить так, как они. Хотя, обученство всеми считается очень благополучным. А, ну, то, что у вас происходит, это контрсценарий. Как называется, когда вы поступаете против той установки тех взглядов, которые диктуют, ну, ваше окружение. Вот. А я думаю, что в некоторой степени, в некоторой степени вы правы. В некоторой степени, я думаю, что нет. Опять же, потому что пример ваших родных и близких, как вы говорите, пример, да, это только пример. Это всего лишь пример, и не более того. Если люди выстраивают свои отношения так, то это не значит, что вы должны выстраивать свои отношения, там, так же, например. Логично? Логично. Ну, на мой взгляд, вполне логично. Поэтому пример, пример это что? Это, по сути, просто сценарий. И понятно, что вам не нравится не сама эта схема вся, а вам не нравятся вот эти вот эмоции, да, какие-то ссоры, проблемы на этой почве и так далее. Понимаете? Этого всего можно избежать. Этого всего можно избежать. Было бы ваше желание. Понимаете? Для этого еще раз все подробненько можно рассмотреть. Для этого все подробненько можно проработать. Определить источник вашего разражения, почему обесцениваете, что чувствуете, что боитесь, все это, в общем-то, корректируете. Я разрываюсь между своими желаниями и многолетними схожениями окружающих меня людей. Чего вы хотите? Вот, по факту, да, вот, по факту, чего вы хотите? Что вам вообще нужно-то? Чего вы желаете? Я не уверен, что вы желаете ребенка как такового. Потому что я уже говорил, что ребенка нельзя хотеть как что-то отдельное. Вот. Всегда и везде ребенок это, вот, если человек один, да, это именно попытка реализации. То есть желания какие у вас? Чего хочется, знаете, то можно будет это проанализировать. Суждение людей тоже можно будет проанализировать, потому что далеко не всегда они, эти суждения людей, являются адекватными, правильными и так далее. Ну, просто потому что, да. Просто потому что. Не надо, не надо разрываться. Нужно взять для себя, нужно взять для себя, как бы, то, что нужно вам. То, что вы нуждаетесь. И использовать. Поэтому, нормально ли строить отношения с мужчиной без совместного проживания? Да, но только до определенного этапа. Потом либо вы будете отдаляться, либо вы будете снова и снова одна. Нормально ли родить ребенка для себя? Нет, не нормально. Ребенка нужно рожать для ребенка, а не для себя. Вот. Ну и, соответственно, как ставятся советчиками, обо мне переживают, желают мне лучшего и лезут в мою жизнь, стремясь подогнать под стандартные рамки. Просто-напросто установить границы того, чего вы хотите, понять лучше свои желания и перестать испытывать раздражение. Потому что именно раздражение, значит, источник ваших, собственно говоря, проблем. Всех проблем. Как бы. Вот. Так что, я думаю, вот так можно ответить вам на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.